Сегодня всех поразило такое изобилие материалов в интернете, связанных с вашим жестоким поступком. Вы решили почему-то бедных стариков и старушек выгнать из помещения. Поясните, пожалуйста, что за история с «Золотой осенью»? Да, действительно, «Золотая осень» переходит в видение профсоюзного комитета Сафроза Ленина. И то, что делало раньше муниципальное образование, теперь будет делать именно совхоз имени Ленина, профсоюзная организация. Потому что у нас 282 пенсионера, плюс к этому пенсионеры, которые являются детьми войны, которые не работают в совхозе. И все они от нас получают и материальную помощь, и овощи, и всякие различные другие меры поддержки. И мы устроим для них праздники. И вообще клуб «Золотая осень» изначально был задуман коллективом совхоза Ленина и Еленой Ивановной Добренковой. Сейчас ситуация несколько поменялась. Они, я имею в виду нынешние муниципальные власти, и мы, кстати, об этом говорили, когда уничтожали сельское поселение, мы говорили, что обязательно это будет происходить. Пытаются каким-то образом вести политическую составляющую, процесс работать с пенсионерами. Нам это вообще не нужно. Пенсионеры должны быть как-то отдалены от каких-то вот этих вот грязных баталий. Ну и мы недовольны и тем, что происходит сейчас. Естественно, наше недовольство именно связано с тем, что плохо финансируется культура вообще и работа с, скажем так, с пенсионерами. Мы получали там всякие задержки. Мы решили, что мы сами будем это делать. Тем более, что у муниципального образования, у Ленинского городского округа есть достаточно помещений, которые можно предоставить для работы с пенсионерами. Они же не просто так муниципальные помещения передали Ротаагра в аренду. Какая-то логичность вообще пропала. С одной стороны, они просят у нас помещения для работы с пенсионерами, а сами коммерческую аренду отдают коммерческой структуре, которая вообще никому не нужна, муниципальные территории. Поэтому, если у них есть желание, то они могут, а, кстати, дворец культуры тоже не занят в первой половине дня, они совершенно спокойно могут разместить на муниципальных территориях вот этот клуб, или как у них, это ад у них называется, активное долголетие, это ад. Вот этот ад они разместят у себя, а мы будем работать с нашими пенсионерами, как и работали раньше, будут получать там всякие материальную помощь, чаепитие. Мы всегда выделили автобусы, будем это делать дальше после того, как пандемия закончится, для того, чтобы в поездки возить наших, скажем так, заслуженных работников, пенсионеров, им оказывать различную помощь. Причем мы никогда от этого не отказывались, и всегда у нас, в отличие от таких предприятий, которые вот Ротаагра захватила, колхоз Горького, Дмитча, вот сейчас мы видим, что происходит в Татищево, Таширово, Веседевском, в Архангельском. В общем, все предприятия вот этой компании Ротаагра, мы тут сделали запрос, оказывается, в этих организациях, которые входят в Ротаагра, даже профсоюзных комитетов нет. И поэтому это не наш путь, наш путь совершенно другой. Павел Николаевич, ну очень большая неразбериха с договорами, которые якобы по причине того, что вы отказываетесь, вам посылает начальник территориального управления, в частности мы приведем его высказывание, что он посылал к вам, обращался с проектами договоров, которые вы якобы игнорируете или не подписываете. Так ли это на самом деле? Вопрос у меня про ДК. Ну тут кончается год, да, и я хотела узнать, вы говорили, что сохранятся все кружки, все сохранится. А администрация перезаключила договор по нааренду ДК? Администрацию отправили. Перезаключили? Они отправили в зал, пожалуйста. Предложение заключить? Давайте так честно. После реорганизации нашего района в городской округ стало происходить очень много разных, на мой взгляд, вообще необъяснимых метаморфосов. В том числе к власти пришли люди, которые вообще не знают, что происходит на территории. Поэтому, ну да, начальник территориального отдела, я видел эту запись, не знает даже, что в совхоз Ленина никаких договоров на аренду Дворца культуры не приходило. Потому что, во-первых, Дворец культуры передан в оперативное управление оздоровительному центру, и туда действительно пришел договор, это стопроцентное дочернее предприятие совхоза, в котором муниципалы в лице, по-моему, первого зама главы администрации городского округа предложили, просто прислали болванку договора муниципального, как муниципалы передают в аренду. Но тут совершенно другая история, тут в аренду муниципалы должны взять. И вот, и ни одного существенного условия договора вообще, то есть бланк договора не заполненный вообще. И это не, скажем так, не подходит ни под какие нормы. Я, насколько знаю, сейчас им пишут письмо, и вот, по-моему, сегодня отправили, о том, что существенные условия договора, то есть цена, порядок, кто будет проводить текущий ремонт, как необходимо совершить взаимодействие, порядок расчетов, все это им будет направлено в качестве существенного условия договора, но договор должны писать они. Потому что все-таки у муниципальных образований есть особый порядок заключения договоров. Мы не можем, ну, там не общая такая свободная форма, там есть определенный порядок, и они о нем знают прекрасно. Мы же им командовать, как написать договор, не будем. А вот что касается договоров коммунальных услуг, а также земельного участка, на котором стоит этот дворец культуры, а теперь после проверки КСП невозможно отделить теперь один объект от другого, мы предлагаем заключить совхозом Ленина. Потому что сам земельный участок принадлежит совхозу. И мы там предлагаем особые условия, но пока на сегодняшний день мы написали, по-моему, три или четыре письма в адрес главы Ленинского городского округа, ни о какого ответа не получили. Мало того, я тут четыре месяца подряд звоню всяким начальникам управления культуры, зам главы администрации по социальным вопросам, которые курируют эти вопросы. Ни одной встречи, которую мы предлагали, они не провели. Мы их приглашали сюда, предлагали приехать в администрацию. Они игнорируют все наши предложения, и каждый друг на друга ссылается. И, к сожалению, пока никакого переговорного процесса нет. Последний мой звонок, я ему говорю, слушайте, ну осталось полтора месяца. Вы сидите, думаете, что договорная кампания, она должна у нас, по идее, завершиться до 15 декабря, потому что нужно еще счета подготовить, начать какие-то другие уже процедуры после заключения договора. Они этого ничего делать не хотят. Ну, ясно, что там у них после реорганизации, они же тогда задержали заработную плату работникам. Никогда такого не было при Добренковой, чтобы заработная плата была задержана. Несмотря на то, что мы заплатили все налоги в полном объеме, в бюджете сельского поселения, вы слышали, пропицит 68 миллионов. Несмотря на это, они не платят деньги. У них были большие очень долги, сейчас они частично погасили, частично они остались. Но, в принципе, ни финансовой дисциплины, ни дисциплины договорной, значит, ничего этого нет. И ходит какой-то человек, который ничего не знает, такой сказочный чиновник, который что-то комментирует и не отвечает за свои слова. Добренкова работала гораздо лучше, чем все они вместе взяты. Да, за Добренковой не ходили там камеры, не бегала куча журналистов, она не выкладывала свои фотографии в интернете, но она работала. И реально, ну, для того, чтобы отремонтировать или там сделать какую-то детскую площадку построить, ей нужно было три месяца. А они только год обсуждают концепцию. Уже деньги давно пропали, которые они выделяли, потому что это бюджетные деньги. Когда был ураган, вот эта буря, и когда все сломалось, где хоть один этот чиновник был, когда мы занимались ликвидацией последствий. Это ураган. Никого же не было. Развалить это же легко. Вот сегодня мы вели всякие разговоры о том, что да, когда-то вот этот тандем муниципальная власть и руководство совхоза, градообразующего припятия, работало так, что все были довольны, счастливы, в том числе и муниципальные служащие. Сейчас вот из-за этих непониманий ты им звонишь и говоришь, слушайте, давайте договоримся, это же люди. Мы все-то просим, чтобы были бесплатные кружки, чтобы у людей зарплата не уменьшилась. А они тебя слушают внимательно, а потом делают с точностью наоборот. Помните тот же сказочный депутат, который рассказывает, что тут есть какие-то проблемы с пенсионерами, он же сам голосовал за бюджет, который снимал надбавки пенсионеров. Это же он голосовал. И поэтому одно дело слова, а другое дело дела. Просто вот эта вот ситуация, которую я, кстати, слышал в вашем панели, что да, действительно, территорию нашего района отдали на кормление. И эта территория попала в руки вот этой вот группе единороссов, которые ее дербанят со страшной силой. А у них вызывает раздражение, что есть такой совхоз, который не подчиняется. Который сказал, нет, мы сами будем развиваться, мы неплохо до вас жили и будем жить после, а вы это все наносно. Это такие оккупанты. Ну и мы не сдаемся оккупантам, естественно, это вызывает раздражение. Но мы считаем, что рано или поздно власть все-таки посмотрит и скажет, слушайте, ну да, действительно, все, кто пришел, они ничего, кроме горя на территории там Олковского поселения, Горкинского поселения не принесли. А совхоз Ленина – это территория социального оптимизма. Да, и дети веселые, ходят в кружки бесплатные, да, вот бесплатный каток открывается, да, у них все хорошо, им только завидуют. Ты пенсионеры, а вы видели, какое количество благодарностей я. И когда вот иду по территории совхоза, никто же не подходит и говорит, вот ты нас обман. Но наоборот, все только благодарят, потому что действительно нигде, тем более ни в каком хозяйстве Ротагра, нет такой поддержки пенсионеров, как у нас. Пока директором совхоза является Грудинин, и совхоз имени Ленина является народным предприятием, никаких изменений в худшую сторону у наших пенсионеров не будет происходить. Потому что пока мы стоим, мы найдем возможности, чтобы даже в это финансово тяжелое время и в ситуации, когда рейдеры просто реально ведут ситуацию, ну, к банкротству наших предприятий, мы все не бросим наших пенсионеров. Потому что самая большая, или там главная наша задача, что нам люди тогда поверили, они передали акции в совхоз для того, чтобы всегда мы за них заботились. И даже если сейчас акции украдены этими рейдерами, или там недобросовестными членами моей семьи, все равно мы их не бросим, потому что наши обязательства перед ними, ну, они священны. А вот дальше мы будем делать то, что мы делали всегда, и они прекрасно знают, кто давал автобус для того, чтобы они ездили в поездки, кто финансировал всю работу там. Вот. И если у муниципального образования они тоже начнут делать то же самое, что им, ну, или там будут продолжать свою работу, мы же не против, мы только за. Возможность появится пенсионерах больше охватывать. Мы тут подводили итоги. В прошлом году на пенсионеров совхоз потратил больше 10 миллионов рублей. Ну, в качестве вот этой материальной помощи, у нас большая программа, колл договор очень большой, в том числе, там есть нормы, которые позволяют пенсионерам быть уверены в завтрашнем дне. Мы будем это продолжать, мы этот колл договор в следующем году тоже примем, точно так же будем это делать. Поэтому сомнений никого не должно быть, должно быть понимание другое. Мы с вами все время говорим, в том числе надеемся, что кто-то из этой администрации нас услышит. И соберутся, ну, скажем так, люди, которые скажут, ну, ладно, хватит уже конфронтацией заниматься, все эти глупые, скажем так, клевета, которые они про нас распространяют, давайте совместно делать. Пойдут на диалог, скажут, слушайте, вот вы там дали, например, пенсионерам 9 миллионов, а мы со своей стороны вот в бюджете предусмотрим те деньги, которые Добренкова платила, ну, даже больше, и будем оказывать материальную помощь инвалидам, пенсионерам, малообеспеченным. Ну, давайте так, вы тратите 3 миллиона, и мы тратим 3 миллиона. Ну, логично же, потому что это же не только наши работники, наши пенсионеры, они еще и дети войны, и избиратели, в конце концов, которые голосуют за этих сказочных чиновников и депутатов. Ну, и я согласен на этих условиях работать. Потому что если мы покажем, сколько мы тратим на социальные программы наши, то пускай они покажут, сколько они тратят. А пиарятся за наш счет, говорят, что вот мы тут, да, жители написали нам просьбу пандуса, например, да, какое отношение к этому имеет какая-то, извините меня, миншпуха эта чиновничная? Ну, никакого вообще. А они там, еще раз, меня это не вызывает раздражения, меня вызывает это понимание, что рано или поздно люди их раскусят. Они уже их раскусили. Вот, и поэтому все равно им нужно просто, ну, как это, не мешать нам, вот не путаться под ногами. А мы со своей стороны, как работали, так и будем работать. На благо совхоза имени Ленина. И людей.